сюжеты. Вот так. Ну и, конечно, я прошу прощения, я рассчитываю на тех, кто не очень хорошо знает математику. Если здесь есть те, которые ее знают слишком хорошо, тем будет, конечно, очень скучно. Ну, так я понимаю, эту лекцию потом мы зальем на маткульт-привет, так что я для того, чтобы пометить, где мы есть. Так ты не поймешь абсолютно. Мы находимся в поселке Менделеева, в котором я никогда не был, но про который я неоднократно слышал. Да, я слышал, и один из жителей здесь учился со мной в российской экономической школе. В общем, это новый населенный пункт на моей карте, хоть и в Московской области. То есть вообще в Московской области найти пункт, где я не был, очень тяжело, но вот такие вот я сегодня его нашел. Так, значит, о, арифметические сюжеты в Менделеево. Да, а еще у нас, по-моему, юбилей со дня рождения Менделеева. Где-то рядом. Сколько лет? 190 лет. И о какого числа? Какого-то февраля. Что, сегодня прям? Ну ладно, какого-то февраля. Ну вот, значит, я хочу вам, на самом деле, у меня есть задача максимум, задача минимум. Задача минимум — познакомить вас с арифметикой остатков, а задача максимум — не поверите, доказать малую теорию фирма. Вот, так что вот мы посмотрим, как мы справимся с этой задачей максимум, но, по крайней мере, сформулирую я ее прямо сейчас. И на всякий случай так, просто для контроля. Поднимите руку, кто знает формулировку малой теоремы фирма. Нет, небольшой, малый. Нормально, все хорошо. Значит, итак, а ты в каком классе, кстати? А, нормально. Значит, малая теорема фирма утверждает, что если мы берем простое число… Так, поднимите руку, кто знает, что такое простое число. Так, отлично, все. Мы наметили. Мы наметили приблизительные, так сказать… Да, но вы не думайте, что прям всегда, когда я где-то выступаю, все поднимают руку, когда я спрашиваю, кто знает простое число. Потому что бывает, что я заезжаю в совершенно сельские школы, абсолютно не математические, просто вот деревня в какой-то области, в каком-то районе, маленькая деревня, деревенская школа. Вот. И ко мне приводят школьников, там, например, восьмого или девятого класса. И говорят, Алексей Владимирович, ну давайте, посмотрите, как мы тут живем, и заодно с ними занимайтесь математикой. Поднимите руку, кто знает, что такое простое число. И сзади две руки, очень нерешительные. И еще бывает так, что спросишь у тех, кто поднял, а что это такое? А в ответ происходит поток сознания, никак не связанный, в общем. Ну там, то есть он что-то про делимость там говорится, что что-то не делится. Но кто на что не делится, не поймешь. Ну ладно. Итак, у нас есть простое число. Ну давайте как бы нечетное, это, наверное, совершенно не важно. Но тем не менее, так как многие рассуждения с простыми числами, многие методы, которые действуют, они подразумевают, что число нечетное. Соответственно, оно не равно двум. И есть А. Это любое число вообще. Любое, ну на самом деле, любое целое число. Но чтобы не терять совсем маленьких школьников, я скажу любое натуральное. Потому что маленькие школьники могут не знать, что такое целое число. Любое натуральное число. Вот. И тогда, тогда числа А в степени П и А всегда дают одинаковый. О, появился свет. Да. Да нет, но все-таки на доску. Единственное, что мне сейчас прямо в глаза он рубит. Но ничего, я потерплю. Я потерплю. Не первый день на сцене, что называется. Так что как-нибудь. Дают одинаковый остаток от деления на П. Факт, обнаруженный Пьером Ферма. Доказанный, видимо, Элером. Что? Все нормально, да? Можно. Все пока обдумают, что это означает. Ну, например, заведомо я беру там 124, да? Возвожу в 2017 степень. И вычитаю 124. Беру там, проверяю, и оно делится на 2017, да? То есть один и тот же остаток. 2017 – простое число. Последний простой год, в котором мы жили, но скоро будет еще один. Ну, так. Не то, чтобы очень скоро. Можете пока подумать, когда. Ну, в общем, надеюсь, что все, находящиеся здесь, до него доживут, скажем так. Значит, ну, и вот так всегда вообще так работает. Да, любое число берем, там, любое число. 73, например, простое. Да, 36 в степени 73. И 36 дает одинаковый остаток, а деление на 73. Давайте я введу некоторую терминологию. Я буду вот так писать. Если я пишу сравнимо, а справа какая-то скобочка, и в скобочке что-то написано, то это означает, дают одинаковый остаток при делении на то, что написано в скобочках. При таком соглашении у нас получается очень простая формулировка. А в степени P сравнимо с А по модулю P. Согласитесь, что все-таки математический язык это вещь сильная, да? Явно есть некоторая экономия вот этой длинной фразы с этим коротким высказыванием. А в заключении это не одно и то же. Ну, хорошо. Так вот, значит, чтобы это доказать, мы используем… Я даже начну сейчас, я как бы начну сейчас проведить некоторые рассуждения. А потом нам вот в этом рассуждении кое-что потребуется. И вот в этот момент, когда нам кое-что потребуется, я с этого рассуждения резко сверну. И мы полезем в горы. Вот так мы сейчас на лыжах с тренером, который здесь меня катал. Вот так ехали, ехали, обычная туда-сюда, а потом говорит, а вот здесь сейчас мы пойдем… А потом вернемся и завершим. Вот, вот, примерно так мы и поступим. То есть сейчас будет такое пологое, очень пологое. Но вот берем карусель. Карусель. Доказательство карусельного типа называется. Вот то, которое я буду рассказывать. Доказательство карусельного типа. Берем карусель, в котором P кабинок. P кабинок. Ну, или хотите, знаете, что это? Колесо обозрения. Вот это прям совсем… Совсем классно будет считать, что это колесо обозрения. Потому что оно прям все видно. Карусель. Чтобы посмотреть на всю карусель сразу, нужно подниматься куда-то наверх. А чтобы на все колесо обозрения посмотреть, нужно просто стоять сбоку от него. Поэтому колесо обозрения удобнее. Но вот колесо обозрения такое необычное. Обычно там уж по крайней мере четное число кабинок. Это точно. Я не видел ни одного колеса обозрения, на котором нечетное число кабинок. Они строго отмечены сзади номерами. Первое, второе, третье и так далее. ПТ. То есть в каждой кабинке есть свой собственный номер. Изначально они неразличимы, может быть. Но они на самом деле четко помечены. И мне приносят А красок разных. А красок. Ну, например, 73 кабинки и 36 красок. Так? И я начинаю красить колесо обозрения. Как хочу. То есть просто для каждой из кабинок я выбираю цвет. Цвет. Цвет какой-то тут красный, синий, зеленый. Ну, я не перечислю все цветов цвет. Поэтому я пишу цвет просто из множества 1 и так далее. Цвет номер 2. Цвет номер А минус 3. Цвет номер А минус 3 снова. Цвет номер 3. 1, 1, 3. Цвет номер 10 там. Ну и, короче, вот я крашу их. Ну и напоминаю, что они строго пронумерованы. Поэтому закраски, которые получаются, вот если я чуть-чуть повернул колесо обозрения, и вы то, что было, не отличили от того, что получилось, это все-таки будут разные закраски, если там хоть какие-то разные цвета есть. Потому что где-то есть первая кабинка, и она как-то закрашена. Теперь, внимание, вопрос в зал. А в начале, ну понятно, что кто-то сразу готов будет ответить. Вот кто сразу готов ответить, тот ничего не говорит. Да? Мне кажется, будет логически сказать, что колесо не крутится. Да, оно пока не крутится. Пока. Мы его гвоздиком прибили. Ну или оно на зиму стоит. Знаете, как была одна же такая история? В России есть колесо обозрения самое большое. Знаете, где оно расположено? Нет. Нет. Оно вне Москвы. Нет, оно вне Московской области. В Сочи. В Лазаревском. Оно совершенно не смотрится большим, потому что там горы. Понимаете, когда самое большое колесо обозрения расположено рядом с огромными горами, да, ну как бы это не впечатляет, но тем не менее это самое большое в России колесо обозрения. И вот мы хотели с детками на него попасть. Поехали в Сочи в начале октября. Температура 27 градусов тепла. И написано, колесо обозрения закрыто на зимний период в связи с холодами. В связи с наступлением холодного периода года. С октября по мае оно не работает или там по апрель. Ну потому что вместо 30, 27, понимаете. Вот так вот. Так обидно было, так и не покатались. Кстати, да, совсем уж в сторону. Однажды вот мне прислали фотографию. Вот фотографию, она весь мой день наполнился красками. Как говорится, сделали мой день, да. Фотография в Сокольниках. Внимание! Всепогодная лыжная трасса закрыта по погодным условиям. Ну, в общем, вот так. Гвоздиком прибили. Вопрос. Сколько вариантов покрасить колесо? Поднимите руку, кто понимает, кто уверен, что он знает правильный ответ. Так, хорошо. Говорите. Сколько? А в степени П. Да. Почему? Потому что подошел я к первой кабинке, сколько вариантов ее покрасить? А варианта. Хорошо, выбрал какой-то вариант. Зафиксировал его. Вот у меня было А вариантов. Теперь я подошел к следующей кабинке. Для любого выбора на предыдущем первом этапе у меня опять А вариантов, правда? Значит, уже получается А, ну, уже А раз А, да. А, вот, то есть две вот кабинки, всевозможные способы закрасить две кабинки, это А умножить А. У меня нет ограничений, мне не обязательно их красить в разные цвета там, да, то есть никаких ограничений не выступает, не наступает. А из-за этого формула очень простая. Когда ограничений нет, то и формула простая. Дальше я для любого способа закрасить первые два, опять у меня все как бы тиражируется в А раз, да. То есть такое дерево получается, дерево вариантов. Оно на каждом шаге разветвляется в А возможностей. Как вот объяснить комбинаторику детям, да? Дерево в А раз, потом из каждой веточки снова в А раз. Понятно, что из-за этого получается А, ну, что А. Там тоже из каждого А раз. А в кубе, А в четвертой, в зависимости от глубины дерева возникает А в степени глубина дерева, если вот оно такое равномерное. Ну и здесь в данном случае понятно, что у нас происходит ровно П раз, нужно умножить на себя число А. Ну, а это и есть А в П этой. Так, ну, скажем так, А в П этой здесь в формуле присутствует, уже хорошо, да? То есть колесо обозрения имеет некоторое отношение к делу, наверное, раз количество закрасок колеса обозрения равно А в степени П. Так, теперь мы делаем следующий мысленный эксперимент. Мы рассматриваем любую закраску. Одну. Любую закраску. Молодец, да. И поворачиваем. Поворачиваем колесо обозрения. То есть включаем летний период. Чик. И повернули. Вот тут был красный, тут был синий, тут был белый, да? А тут был желтый, например. Мы взяли и повернули колесо. Как бы повернули, но вот раскраску, понимаете, старую, да, сохранили, чтобы визуально она была такой, которая она была. Да, повернули. Вот. Ну, или наоборот, вы можете так сказать, вот вы повернули колесо обозрения, запомнили это, а потом покрасили исходное так, как вот теперь получилось, да? То есть вот у вас, когда вы повернули, получилось желтое, красное, синее, белое и так далее. А теперь вы запомнили это, повернули его обратно и покрасили уже по новой, вот по этой как бы закраске, сдвинутой на один. То есть сдвигается только числа. Ну, получается так, да. Да, сдвинули числа. По сути, да, можно и так сказать. То есть у меня краски вот, я краски зафиксировал, где они есть, а теперь числа, я вот эту вот первую кабинку налево прокручиваю и крашу вот так. Потом еще раз на один повернул колесо обозрения и получилась еще одна раскраска, еще одна раскраска, еще одна, да? Понимаете идею? Вот. Так вот с этой идеей связана некоторая... Да. Я просто хочу сейчас вот про эту идею очень подробно поговорить. Вот смотрите, например. Красный, синий, белый. Красный, синий, белый. Красный, синий, белый. Мой папа шутит. Мой папа шутит. Как выглядит российский флаг? Красный, голубой, белый. Папа из той эпохи, когда это имело некоторый смысл. Сегодняшние дети, наверное, вообще не понимают, о чем идет речь. Но чтобы это не то самое, чтобы никого не дразнить, я красный, синий, белый написал, да? Вместо красный, голубой, белый. Вот так. Итак, вот у меня такая получилась закрасочка. Значит, когда я ее повернул чуть-чуть, получилось синий, белый, красный, синий, белый, красный, синий, белый, красный. Еще раз повернул. Белый, красный, синий. Белый, красный, синий. Белый, красный, синий. Белый, красный, синий. А если еще раз повернул? вернется в исходное. То есть, колесо обозрения, вот это, которое я нарисовал, если его закрасить так, как я нарисовал, то путем поворотов оно порождает не 12, а 3 новых закраски. Две новых, но три всего. Не 12 всего, а три. Этот эффект в моем доказательстве, но ко мне не имеет никакого отношения, конечно, в том, которое я излагаю, будет очень сильно мешать. Поэтому я утверждаю, что в случае, если колесо обозрения содержит не 12, а п кабина, где п простое число, то этого эффекта не будет. Иными словами, любая нетривиальная, неодноцветная закраска даст ровно п закрасок, получающихся поворотом. разных. Нет, нет, я сейчас как бы не хочу никуда отвлекаться. Вот колесо обозрения, в нем 12 кабинок. Не важно, сколько цветов, я закрасил там их в три цвета, вот эти, причем ровно так, как закрасил, а именно красно-синий-белый, 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 красно-синий-белый. Я просто демонстрирую совершенно конкретный эффект. При повороте этой закраски новых закрасок появляется две, а всего получается три, и они повторяются при дальнейших поворотах. И получается, что вот группа закрасок, родственных, так сказать, исходной, содержит не 12, а только три элемента, три закраски. И теперь я вам говорю, ну вы пока не обязаны мне верить на слово, но я вам говорю, что этот эффект мне очень сильно помешает провести доказательство до конца. Но он не будет присутствовать в случае, если у меня количество кабинок простое число. Понятно ли сделанное утверждение? Если у вас простое число, то мы не можем сделать так, чтобы он повторялся. Правильно. Другими… Правильно, Андрей. Вот идея какая? Если у тебя простое число кабинок, то ни одно, ни одно, ни один способ повернуть колесо, ни одну закраску не вернет в исходную свою же собственную… То есть здесь вот поворот на три такта вернул закраску в исходное состояние. То есть она совпала с самой собой. Так вот, если число простое, число кабинок, то никакая закраска не вернется в исходное. При 12 некоторые вернутся, некоторые не вернутся. Но вот тот факт, что некоторые вернутся, мне уже очень сильно помешает. Поэтому про 12 ничего не утверждается. Точнее, кое-что утверждается, кое-что утверждается, но что именно я говорить не буду. Соответственно, мне нужно разобраться вот с этим эффектом. Мне нужно доказать, что ни одна закраска, кроме полностью однородной, одноцветной, кроме когда я все красными, например, кабинки сделал, или все синими, или все белыми, что ни одна другая закраска не повторится никогда. Поэтому в вот этой группе родственных ее закрасочек, вот в этой орбите, поворотной орбите родственных закрасок будут ровно п разных способов раскрасить колеса. Ну, естественно, при нетривиальном повороте иметь в виду. Можно провести пример? Если две раскраски, два света, даже если два света, все равно не получится. Потому что, мне кажется, на двух понятиях. Ну, в смысле, что вот я начинаю красить красный, синий, красный, синий, да? Красный, синий, красный, синий, красный, синий, красный, синий, красный. Тут синий или красный? Если число простое, да, я уже договорился, что оно больше двух, значит, оно нечетное. Значит, будет синий и красный. И вот, блин, вот при повороте уже ничего не выйдет, потому что эта группа из двух соседних красных перейдет. Но это просто пример. А я утверждаю, что не одна раскраска, не одна, да? То есть здесь вот такая раскраска даст ровно п раскрасок в зависимости от того, где стоят подряд две красные. Ну а остальные тоже дадут какие-то P раскрасок. Так вот, теорема, и собственно сейчас половину нашей встречи я буду теоремой доказывать. Понятно, да? Теорема, если P простое, то все раскраски в поворотной орбите, ну я не буду как бы уточнять, что это такое, вы уже поняли. Все, которые получаются поворотами. Различные. Различные. И отсюда их ровно P. На самом деле человек наблюдательный уже знает, что от этого до теоремы Ферма остался просто один секундный шаг. То есть все, что мне нужно, это вот реально доказать. Но давайте доказывать. Так, переворачиваем обратно. Стираем, и сейчас будет, собственно, для того, чтобы это доказать, как ни странно, придется построить некоторую науку, довольно большую, содержательную и находящуюся, в общем-то, в сердце арифметики. Так, где моя тряпочка? Где моя тряпочка? Стираем все, кроме того, что P простое число больше двух. Но, к сожалению, я это уже стер тоже. Так, ну что, поехали? Сейчас будем осиливать большую и длинную дорогу. Так, определение номер один, но надеюсь, что его все знают. наибольшим общим делителем чисел А и Б. Продолжайте. Называется кто? Наибольшее число, которое делится на оба, на которое делится оба. Да, это наибольшее. Наибольшее. Натуральное Д такое, что А и Б оба делятся на Д. Ну и совершенно ясно, что если я взял два целых числа А и Б, ну, я на самом деле все-таки целые буду использовать. Вы уж простите, но ничего страшного. Целые – это как плюс-минус натуральные. Вот. Для любых двух целых чисел определено такое число однозначным образом, потому что, ну, просто на единицу-то все делятся, да, числа? Ну, то есть одно из двух либо это единица, либо какие-то еще есть, на которые делятся оба. Ну, давайте посмотрим, на какие. Ну, какое максимальное. Ну, максимум – это на модуль одного из них, да, ну, если они натуральные оба, то то, которое из них меньше, да. Вот точно, что на большие они оба не будут делиться, потому что меньше уже не будет. Поэтому оно всегда существует. Абсолютно всегда. А если оба числа равны 2? Да, вот это очень хорошее замечание. Как тебя зовут? Саша. Ты участвуешь в Олимпиадах? Молодец, продолжай. Потому что на самом деле я забыл сказать, что они одновременно не равны нулю. Не равны нулю одновременно. Молодец, да, просто очень молодец. Вот если хотя бы одно из них отличное от нуля, уже точно все определено. Прекрасно. Ноль делится на все числа, но ненулевое уже так не может. Итак, вот такое определение. Ну и, собственно говоря, собственно говоря, А и Б называются взаимно простыми, если наибольший общий делитель А и Б равен единице. То есть никаких общих делителей, кроме очевидной единицы, нет. Теорема, ну или лема, как хотите. Там теорема уже была на той стороне. Ну, может быть, лема 1, лема 2. Неважно, я с нумерацией обычно начинаю путаться сразу. Лема. А и Б. Да, да, я буду обозначать. Обозначение. Такого обозначения вы нигде не найдете, наверное. А перпендикулярно Б. Я использую такое обозначение в своих лекциях, чтобы долго не писать. Взаимно простые и перпендикулярные просто друг к другу. Ну, то есть два целых числа, друг к другу перпендикулярные. Ну, так, скажем так. Скажем так. Наверное, можно выдумать. Сейчас прямо я не скажу. Но, наверное, может быть, и можно сочинить. Задание на дом. Да. Так это надо вот как бы тем, кто снимает. Если бьет по ушам, то в какой-то момент наступит глухота и станет лучше. Не будет сильно бить. Я, простите, я иногда так шучу, но немножко надо. Да, да. Так вот, лемма 1 такая. А перпендикулярно Б в том и только том случае, когда существуют целые, ну, разных знаков, на самом деле, конечно, будут. Если А и Б были натуральные, то целые уже будут разных знаков. М и Н, такие, что А умножить на М плюс Б умножить на Н равно 1. Вот это самое главное лемма арифметики. Лемма диафанта Александрийского. Наверное, фига вы знаете, я честно не помню. Может быть, да. Ну, в общем, по крайней мере, вот мне очень нравится вот такое, потому что очень часто бывают взаимопростые, и хочется уже какой-то вот использовать, ну, какой-то такой вот понятный быстрый значок. Перпендикулярно, то есть взаимопростые. Вот. Итак, смотрите, что по сути утверждается. Вот совсем, вот если есть совсем школьники, совсем маленькие школьники, давайте я вам объясню. Это означает, что я взял вот А, отрезочек длины А, много раз его отложил, много раз, да? А потом взял Б, отрезочек длины Б, и тоже много-много раз отложил. И вот как бы получилось, что вот здесь зазор равен единице. Понятно, да? То есть что утверждается? Что если я сколько-то раз отложу, вот М раз отложил А, и минус Н раз отложил Б, вот они вот пошли тут, А, еще раз А, А, А вот так вот, да? А здесь идут Б, 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 Б. И вот есть два момента на прямой линии, где зазор между кратными А и кратными Б равен в точности один. Вот что, собственно говоря, в этой лиме утверждается. Ну и, наверное, я себе позволю ее доказать, но я хочу попросить прощения у тех, кто не поймет доказательства. Это не очень страшно, потому что все остальное будет проще. То есть вы можете просто это съесть, как черный ящик, грубо говоря, да? То есть вот съели, как черный ящик. Вот это вот самое основное утверждение. На самом деле из него все остальное будет следовать вполне просто, но конкретно оно, оно достаточно сложное. Оно вот в учебниках Киселева, там это вообще этот раздел, там в царских гимназиях сыпались на ура вот на этом все. Вообще сыпались вот пятиклассники, сыпались на ура, потому что это была самая сложная тема на царской гимназии, по сути. Вот. И это пытались скормить во всех. То есть это... Вот. Это уровень, это очень серьезное утверждение. Давайте я его докажу следующим образом. Я вот про эти зазоры, да? Я буду на эти зазоры смотреть так. Вот если у меня какой-то зазор, я могу сделать, например, три или пять, то фактически это что означает? Что я могу попасть... Вот сюда попрыгал по А, потом назад попрыгал по Б. Могу попасть в точку 3 или 5, соответственно. То есть вот в какие-то точки я могу попасть от нуля в положительную область, вот сюда, плюс, в область плюс. Могу в некоторые точки попасть, прыгая только по А и по Б. То есть как кузнечик на двух ногах. На одной А, на другой Б. И он прыгает, да? Прыгает. И только так он умеет прыгать. Только на А и на Б. Но в любую сторону может развернуться, в ту сторону попрыгать на А, развернуться в ту сторону на Б. И вот вопрос, куда он умеет попадать? И здесь такой прием. Давайте обозначим вот эту вот самую-самую раннюю точку, куда он может попасть, за Д. Д по определению больше нуля, то есть это не нулевую, но нулевую, понятно, он может попасть, он из нее стартует, чего ему попадать. А вот куда он может, куда не может попасть? Вот давайте первый, самый первый момент, когда он умеет попадать с помощью прыжков по А и по Б, обозначим за D. Давайте договоримся. D это самый ранний момент вообще в принципе возможного попадания. И теперь я хочу, чтобы вы поняли, что если он может попасть в D, то он может попасть в любое кратное D. В 2 умножить на D, в 3 умножить на D, в 4 умножить на D и так далее. Согласны, да? Ну, так очевидно. То есть проделал всю манипуляцию попадания в D, а потом, исходя из D, снова проделал всю ту же самую манипуляцию. Тогда попал в 2 умножить на D. Развернулся назад, проделал, попал в минус D. В минус 2D. То есть ясно, что если есть какой-то самый маленький, вот самый маленький отрезок попадания, самый первый момент, то, по крайней мере, во все кратные мы умеем попадать. А вот теперь я утверждаю, что эти кратные пройдут как через A, так и через B обязательно. То есть вот ситуация, которую я здесь нарисовал, невозможно, что 2D меньше, чем A, а 3D уже больше A. Кто мне объяснит, почему? Давай! Еще раз скажи, как тебя зовут? Саша, давай! Потому что тогда можно будет прыгать на D назад, и мы найдем число, которое меньше, чем D. Да. Именно так. Именно так. Если если ты вот если ты миновал точку A своими прыжками по D, то смотрите, какой рецепт. Прыжок на A, ну это прямо на одной ноге, сразу прыгаешь в A. Да? А потом разворачиваешься и прыгаешь на D. Вот это сложный механизм, алгоритм, да, делаешь. Получаешь, ты попадаешь в A минус D, правда? А еще раз в A минус 2D, да? И вот ты в запретной зоне, про которую было предположено, что попасть туда не можешь. Понятно? Ну-ка, кому понятно? Поднимись честно руку. И это самый сложный момент арифметики пятого класса. Ну, то, что, в общем, полностью все подняли лапки, и теперь только матшкола хочет этому. А? Давай. Да, 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 да. Значит, он работает так. Наш кузнечик умеет прыгать на A ровно. Или на B тоже ровно. То есть с одной ноги он прыгает на A в любую сторону. Сколько угодно раз. Не устает. С другой ноги прыгает на B в любую сторону, сколько угодно раз. Нет, ты никак это не определишь. Ну, мы сейчас придем к тому, чему он равен, но ты не определишь, потому что друг друга сокращают. Прыгнул на 13 туда, на 7 назад. Ну, то есть, как бы, это самое маленькое положительное число, куда он может попасть. Просто куда, в принципе, хоть как-нибудь он может попасть. Ну, определение не очень конструктивное, но оно, тем не менее, вполне строго и математическое. Что? Да, конечно, если минимум единица, то да. А если нет, то вот соответственно. Если минимум единица, то и ситуация такая сложиться не могла, что мы именовали A. Да, иногда бывает, что да, что он как бы… Ну, то есть, нет, если минимум указался единицей, то то, что мы сейчас… Вот эффект, который мы сейчас предполагаем, он и не мог произойти, потому что единицами мы дойдем и до A и до B. А вот теперь мы, как бы, мы хотим, на самом деле, если честно, мы хотим доказать, что D равно единице. Это так вот наперед, чтобы все понимали, что мы сейчас доказываем. Так вот, предположим, что D не равно единице, и, то есть, тем самым, как бы, меньше мы не можем никуда попасть. И предположим, что при этом мы вот, ну, как бы, через A мы… Мы его… Мы разминулись, да, предположим, что мы разминулись с A. Тогда… Тогда… Прыгаем на A, разворачиваемся и прыгаем на D. Ну, то есть, не с одной ноги, а вот много раз туда и много раз обратно. Тот способ попадания в D, который, по предположению, существует. Тогда мы попали в A минус D, а потом в A минус 2D. Ну, не знаю, насколько это, честно говоря… Не, не уверен. Да. А вот почему. Потому что мы умеем прыгнуть на D путем комбинации прыжков на A и B. Так вот, прыгаем на A, развернулись, и делаем комбинацию, и потом снова делаем комбинацию. И сползаем с пункта A в пункт A минус D, A минус 2D, A минус 3D. Ну, и фактически мы сползаем в остаток отделения A на D. А он строго меньше D. И если мы не попали сразу в A, то мы приходим к противоречию, потому что остаток меньше D, а мы умеем в него попадать. Вот конкретный алгоритм предъявлен. А мы предположили, что D – это самая маленькая точка попадания. Вот. Вот то, что нужно понять. Если вы это поняли, то дальше все. Потому что это означает, что вот эта вот сетка, которая по D идет, она проходит как через A, так и через B. Ну, а что это означает на научном языке? Это означает, что A делится на D, и B тоже делится на D. Ну, именно мы доказали, что она проходит, то есть мы доказали, что D – делитель. Мы доказали, что D является общим делителем A и B. А общих делителей у A и B нет, кроме единицы. Поэтому на самом деле исходное предположение, что это была не единица, оно приведено к полному противоречию. Вот честно, если бы все человечество мира держало в голове и умело осознать вот это конкретное доказательство, вот мир был бы вообще совершенно по-другому выглядел бы. Понимаете? Вместо всяких шоу на телевизоре с придурками голыми, мы бы видели постоянно лекции какие-то ученых. То есть было бы совершенно иное состояние нашей планеты всей. Вот сейчас я вас посвящаю в этот переход. Это потрясающий переход. С него начинается вся математика. А с математики начинаются все науки. То есть это первый шаг науки. Любой. Вот такой вот. Ну и все доказано. Все доказано, потому что это означает, что некоторое количество шагов по A плюс некоторое количество шагов по B равно именно единице. Потому что самая маленькая точка попадания должна быть единицей. А в обратную сторону сейчас докажу. Это очень просто. В обратную совсем просто. Предположим, что существуют такие целые числа. Тогда любой делитель совместный A и B делит левую часть. Является делителем левой части. То есть если, например, тройка бы делила и A и B. Вот A делится на 3, и B делится на 3. Тогда здесь что написано? Трижды что-то, что-то, плюс трижды что-то, что-то. Ну тогда это в сумме делится на 3. А справа-то единичка. Она же не умеет делиться на 3. Понятно, да? Дробей у нас нет. У нас все только целое. Дробей у нас никаких нет. Понял, да? То есть очевидно. В одну сторону совсем просто, а вот ту в другую сложно. Ну что, давайте очень красивое следствие. Следствие очень красивое. Если A перпендикулярно C и B перпендикулярно C, то A умножить на B перпендикулярно C. Очень важное свойство взаимной простоты. Два числа взаимно простые с каким-то третьим числом при умножении тоже дают число взаимно простое с этим третьим. То есть не может появиться, как моль в шкафу заводится, делимость на C не может завестись при произведении двух чисел взаимно простых. Заметьте, что это совершенно неверно для невзаимно простых. Скажем, нет, я другое хотел сказать, ладно. Для невзаимно простых это и так очевидно. Я потом, еще одно будет следствие. Вот оно будет совершенно неверно в иной ситуации. Итак, как это доказать? Доказать это так. Пишем два вот этих уравнения. Одно из них выглядит так. АМ плюс ЦН равно единице при некоторых М и Н, да? А другое выглядит как БМ с птичкой плюс ЦН с птичкой равно единице. И что вы думаете мы с ними делаем? Нет. А что еще? Нет. Умножаем. АМ плюс ЦН умножить на БМ с птичкой плюс ЦН с птичкой. Равно чему? Единице, правда? Ну, а теперь смотрите. Первое при раскрытии скобок это АБ умножить на М, М с птичкой, да? А дальше все кратно Ц, все, что дальше вы выпишите. Потому что это ЦНБН, это АМЦН с птичкой, да? И еще ЦНЦН с птичкой. То есть все остальное можно вынести Ц за скобочки просто. Ну и как бы мне не очень важно, что там внутри скобок сидит. Я назову это Z. И получит вот такое равенство, из которого сразу автоматом следует, что АБ и Ц не могут иметь общих делителей. Ты будешь пользоваться основной теоремой арифметики. Да. И дальше ты воспользуешься основной теоремой арифметики об единственном разложении, которую я и собираюсь доказывать. Как неправильное доказательство, да? Потому что если вы пытаетесь доказать основную теоремой арифметики, вам очень хочется ее использовать. Ее использовать, да-да-да-да. При доказательстве вот этих всех факторов ужасно хочется пользоваться идеей об однозначном разложении на множители. Но она, несмотря на свою очевидность, она требует доказательства. И именно это доказательство и проходит через вот это вот суперутверждение. Поэтому на самом деле вот это уже совершенно строго, потому что это мы доказали, все АБ и Ц взаимопросто. Так, теперь я переворачиваю. Значит, мы это еще вспомним, наверное, если останется время. А пока мы вернемся к нашим баранам. Следствие такое. Следствие номер 2. Оно звучит так. Пусть П простое. П простое. Ну, давайте П больше двойки, чтобы просто не отсвечивало слишком сильно. Колесо обозрения с двумя кабинками – это какой-то изврат. Все-таки. Да, это скорее качели. П больше двойки. А К – это любое число, целое… Ну, короче, остаток. Да, значит, остаток от деления на П. Просто какой-нибудь, любой остаток от деления на П. Не нулевой. И тогда существуют… Можно я по-хулиганю. Знаете такой значок? Это вместо слова «существует»? Тогда существует М и Н со свойством П. М раз плюс К. Н раз равно 1. Так, почему? Кто мне произнесет слух «почему?» Почему это следствие предыдущего утверждения? Провзаю на простые. На П. Да, то есть П и К – взаимно простые. Да, то есть здесь используется то очевидное замечание, что простое число взаимно просто с любым предыдущим. С любым ненулевым остатком от деления на себя. Простое число взаимно просто с любым остатком от деления на себя. Обратное тоже верно. Только простые числа обладают этим свойством. Непростые числа не будут взаимно простыми со своими делителями, которые являются тоже остатками, деления на них. А вот простые числа взаимно просто со всеми предыдущими. Ну и поэтому мы применяем просто предыдущую лему и ищем такие М и К. Так, а при чем тут колесо обозрения? А вот при чем. Предположим, что некоторая закраска… Предположим, что некоторая закраска… Сколько я нарисовал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Тринадцать хочу. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да. Ну, чтобы было простое. Предположим, что некоторая закраска… Какая это закраска? Ну, как-то. В общем, представьте себе, что это не черные точки, а все какие-то разные. Да? При повороте каком-то на К шагов перешла в себя. Вот это К. Предположим. Да, ну, К, естественно, меньше П, потому что какой смысл брать больше? Больше это же перехлест уже идет. Вот. То есть, ну, вот я повернул на какой-то, значит, К тактов, да, тактов. У меня П тактов и полный круг. Я повернул на К тактов. И предположим, что закраска перешла в себя. Тогда понятно ли, что если я еще раз на К тактов поверну, то она тоже перейдет в себя? Ну, как бы. Капитан очевидность, да, говорит? Если на 7 тактов повернул, то все то же самое выглядит. Ну, значит, еще раз, если поверну, то тоже то же самое. Хорошо. Значит, на 3К тоже, на 4К тоже, да? На НК. Молодец, Саша. Вот я повернул на НК тактов. Что я вижу визуально на колесе? А? Ну, она по-прежнему будет совпадать. А какое реально количество тактов у меня? Все понимают, что 1? Потому что вот это все остальное, это кратное число полных поворотов. То есть, вот от 1К, 2К, 3К, тут захрестнуло на полный поворот, соответственно, нужно вычитать П. 4К, 5К, 6К сделали МК, НК и обнаружили, что от М полных поворотов отличается на единицу. Пофигу. Правая или влевая? Пофигу. Абсолютно. Ну, какая разница? Ну, да, абсолютно неважно. Вот. То есть, когда ты повторил, у тебя, ну, если К положительное, то будет право, если К отрицательное, просто в другую сторону поворачиваешь. И ты попал в ситуацию, что ты сдвинул колесо на один такт, и раскраска осталась такой, как была. Но, внимание, все, кто понимают, сейчас молчат, то есть молчит Саша и молчит Андрей, что это означает для закраски. Да. Да. Как тебя зовут? В каком ты классе? В шестом. Вот. Маша из шестого класса правильно замечает, что если раскраска повторяется при повороте на один такт, то она одноцветна. Поднимите руку, кто понял. Ну, понятно, теперь уже кто же не будет поднимать руку, чтобы оказаться, значит, менее сообразительным, чем просто человек учится в шестом классе, да, как это обидно. Ну, а может, это гениальная девочка, да, вы не стесняйтесь. 99% населения Земли, безусловно, глупее пятиклассника нормального. Без шестиклассника, да? Вот он, один такт, вот он, один. На одну кабинку. И еще М полных поворотов. Но М полных поворотов-то сгорели. М. Конечно, если, правильно, если она хотя бы двуцветна, то где-то есть два цвета рядом разных. Ну, тогда, очевидно, при повороте уже закраска будет другая, у нас же кабинки пронумерованы. Ну, да, если хотя бы два цвета есть. Поэтому никаких двух цветов нет, все цвета одинаковые. Ну, а теперь уже вы понимаете, что мы, в общем-то, все доказали. Потому что всего закрасок сколько? Напомните мне, пожалуйста. А в степени П всего. Дальше. Сколько тех закрасок, которые при повороте себя реплицируют, повторяют? А. А, конечно. А одноцветных. Ну, вот у меня цветов А. Поэтому у меня, когда я все, первый цвет покрасил, это первое, все во второй цвет, вторая и так далее, в А ты все. То есть у меня всего столько одноцветных, вот столько. А любая неодноцветная порождает ровно П путем поворотов. И это не пересекающиеся такие вот группы родственных закрасок. Не вполне понял еще раз. Нет, так в том-то и дело, что кабинки-то, они четко пронумерованы, какая первая, какая вторая. Поэтому, когда ты сдвинул, это новая раскраска. И так как мы доказали, что никакой поворот не повторяет раскраску, то каждая неодноцветная раскраска путем вот этих П поворотов дает еще П-1 новых раскрасок и всего их П. То есть у меня получается, что все остальные раскраски разбиты на группы, коллективы, орбиты, по П в каждой. То есть А в степени П минус А раскрасок разбиты на группы по П. Теорема доказана. Это значит, что А в степени П минус А делится на П. Не важно, сколько там групп. В каждой группе П. Заценили? Надо еще доказать, что при этой орбите нет одинаковых раскрасок. Вот мы как раз их-то и выгнали. Если была разноцветная, повернули, стала одинаковая? То, что при повороте все раскраски разные, понятно. Да. Но если была раскраска не одноцветная, я повернул, она, очевидно, осталась не одноцветной. С соседней семьей. Не одноцветная. Да, то, что у нас есть две разные раскраски. Одну начинаем пустить другую, и вот что у нас при этом не окажется. А, ну да, ну как бы да. Ну то есть если ты повернул, вот одну раскраску получилась некоторая, а потом повернул, получилась тоже еще некоторая. Та же самая. Ну тогда понятно, что и первая, и вторая, и исходные, получаются обратным поворотом одной и той же раскраски, то есть лежат в одной орбите. Ну да, это надо проговорить. Надо объяснить, надо понять, что все раскраски строго разбиваются на совершенно непересекающиеся группы. С чем? Да, согласуется очень просто. Здесь 12 кабинок, непростое число. Очень хороший вопрос, спасибо. Вот тут ты согласуется. Мы же для простого ПЭД оказываем, а для непростого, извините, малая терема фирма не верна. Да, блин, все знаешь. А кто учит этого мальчика? Здесь есть кто-то, кто учит этого мальчика? Кто тут? Кто тебя учит? Вы дома сами учитесь? Папа учит? А кто учит? Да ладно. Нифига себе. Да, серьезно, это серьезно. И учителя есть, да, которые учат так вот? А, в CPM. В CPM тогда ладно. Так, ну вот, да, ну в общем, давайте, да, это как бы не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Так, хорошо. Действительно есть более общая терема элера, но, наверное, я хочу все-таки не про нее в первую очередь. Сейчас сколько времени? Таблицы. Давайте расскажу про очень важный объект математический, называется конечная арифметика. Таблицы остатков. Вот это вот утверждение, которое мы доказали, оно даст очень, ну как бы, даст нам, и на этом мы и даст, чтобы я не очень долго вас буду мучить. Вот, материал сложный, действительно, на самом деле, сложный, первый раз, когда его, как бы, смотришь. Но с этого начинается родина, понимаете? Вот с чего начинается родина? Знаете такую песню, да? Вот математика начинается здесь. Это ее первый шаг настоящей математики. Я еще могу добавить, что остатки образуют с точки зрения высшей математики кольцо. Ну да, да, я просто не хотел здесь как-то как-то убивать сразу всех еще словом кольцо. А то все подумают, что колесо обозрения, это и есть то самое кольцо, которое они образуют, а это не так. Так, ну вот. Так, давайте будем умножать. Ну, вообще, возьмем любое число m, вообще любое абсолютно. Ну, только больше двух и натуральное. Ну, или я мог бы сказать, что больше двух и целое. Ну, можно и два взять, но как бы там вообще ничего интересного нет. Вот, и составим такую табличку. Ну, будем сейчас числа, все числа, разобьем на классы, дающих один и тот же остаток отделения на m. Будет ровно m таких вот классов. Правда? Ровно m. Все, каждое число дает какой-то однозначно определенный остаток определения на m. Их ровно m. И вот эти все дают, естественно, разные остатки. Но вот будет конечная арифметика. Мы сейчас будем вот эти числа друг на друга умножать, друг с другом складывать и друг с другом вычитать. И пытаться делить. Ну, что касается складывать, вычитать и умножать, это у нас всегда будет получаться. Как? Вы спросите меня. Ну, вот, например, берем число 100. m равно 100, да? И чему равно, скажем, 2 минус 5? Вот я вот так вот буду писать минус в кружочек и под ним писать число 100. Это значит, что вычесть и взять остаток от деления на 100. Чему равен остаток от деления на 100 числа минус 3? Кто знает? Давай. Молодец. Ответ верный. Так. Ну, а, например, не знаю, вот берем 71 и умножаем на 25. умножаем и берем остаток от деления на 100. Так. Что там будет у нас, интересно? Что там у нас будет? Ну, надо вычислять, правда, да? Ну, недолго, потому что просто первые две цифры надо взять. Так. 5 и 7, 35, 2. Ну, дальше я мог бы не писать, на самом деле. Потому что меня интересуют только последние цифры. 5 и 7. 75, да? Ну, механика ясна, да? Ну, и вот мы теперь рисуем таблицу. Просто вот так. Таблица умножения. Ну, там сложение, вычитание очевидно, устроено совершенно очевидно. Нельзя произносить слишком много как бы слов. Нельзя слишком много слов. Нет, это вот как бы человеческий мозг, он кушает то, что привык есть, а иначе его сблюет сразу. И потом не станет кушать. Вот, скажем, скормил ему мед, вкусный, сладкий мед. А его сблевал, и он больше мед не ест. Обидно, да? Вот. Ну, вот обидно. Поэтому я как бы раньше времени лишних слов не произношел. Ну, можно составить такую табличку, да? И здесь будут результаты умножения. Тут, например, будет стоять 1, 2, 3, так далее m минус 1. Ну, 0 я убрал, потому что там понятно все будет. 0, 0, 0, 0, 0. А тут будет 2, 4, 6. И вот тут момент, да, какой-то. Если m было четным, то вместе m пополам, что у меня здесь стоит? Правильно. А если m было нечетным, то получится такой прыжок от m минус 1 к чему? К единице. И дальше 3, 5, и так далее. Вот. Ну, и дальше как бы они вот как-то себя ведут. Ну, давайте я просто изображу две конкретные таблицы, чтобы было... Ну, вот если я для 100 буду все это рисовать, это просто результат взятия двух последних как бы цифр, да, в десятичной записи, результаты, и все. Ну, а, например, вот для 8 как это будет выглядеть? Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что у меня будет происходить? Для 8 давайте нарисуем. Вот. Просто чтобы понимать. А потом для 7. Вот сейчас как бы нам нужно что-то увидеть такое, важное очень увидеть. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше. Диктуйте. Так. Тут что? 6, 1, 4, 7, 2, 5. Отлично. Для 4 особенно красиво. Дальше надо понять, что больше писать ничего не надо, потому что остаток m-x при умножении на остаток m-y очевидно дает то же самое, что остаток x-y, потому что все остальное делится на m. осознали такую вот идею? То есть, например, 5, 5, какой будет остаток? Ну, 5 и 5 совсем просто. 5 и 6, да? Вот какой здесь будет остаток? 5, это 8 минус 3, правда? А 6, это 8 минус 2. И это будет то же самое, что 3х2. То есть, там, где 5 на 6, будет то же самое, как где 3 на 2. А что это означает? Это означает центральную симметрию всей таблицы относительно четверки. Ну, в случае четных, относительно m пополам. В случае нечетных, относительно крестовины между как бы m минус 1, ну, между как бы, в серединке, да, короче, крестовинки. Вот. Ну, то есть, тут надо просто переписать наоборот все. Тут будет 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3. Дальше будет 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2. Ну, и тут, понятно, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Значит, в этом смысле все таблицы будут совершенно одинаковые. А вот в содержательном смысле они будут очень разные. Они будут очень разные. И вот вам таблица по модулю 7. По модулю. Говорят, по модулю, когда вот это рисуют. По модулю, значит, отделение. Отделение на 7. Что у нас возникнет? Отделение на 7. Давайте быстренько напишем и поймем, что вообще мы хотим тут увидеть и сказать. Так, диктуете быстро. 2, 4, 6, 2, 3, 5. Вот этот эффект, да? При нечетных. Мы хотим увидеть, чтобы в каждом ряду была единица. Хотим. 3, 6, 2, 5, 4. Дальше наоборот. 4, 1, 5, 2, 6, 3. По нашему принципу тут 5, 3, 1, 6, 4, 2. И тут 6, 5, 4, 3, 2, 1. Технически даже не просто в каждом ряду единица, а в каждом ряду любая цифра. Да, значит, теперь я замечаю, замечаю, что я заметил. Вот это вот на 8, это на 7. Вы видите, что есть разница какая-то. А именно, вот эти строки регулярные такие, регулярные, правда? Регулярные. В них встречаются все числа, единицы и все числа разные. И нулевых нет. А вот эти строки хреновые. В них есть повторы, нет нуля, нет единицы, есть ноль. Ноль как бы на нулевом месте, там, где он не должен был быть. Внутри таблицы вот это не должно быть, как бы нулей. А он есть. Здесь все строки регулярные. Ну, довольно просто, я сейчас не буду на этом останавливаться, что три свойства есть, ноль, нет, единицы, и все разные. Очень просто показать, что это все одно и то же. То есть любая строка либо обладает всеми тремя свойствами, либо не обладает ни одним из них. А вот, да-да-да. Берем остаток. Отделение на. Да. Да. Таблица умножения остатков называется. Конечной арифметикой, иными словами. Это таблицы конечной арифметики. Вот. И вот, значит, каждая строка обладает либо всеми этими свойствами, либо ни одним из них. Вот. Ну, вот эти вот как бы... Ну, или мы можем наоборот сказать нет. Ой, только наоборот. Что я сказал, все разные? Наоборот. Нет нуля. Есть единицы, и все разные. А чего вы меня не поправили? Нет нуля. Есть единицы, и все разные. Вот три утверждения, эквивалентные друг к другу. А теперь я открываю секрет, что все эти три утверждения, эквивалентные друг к другу, эквивалентны утверждению, что номер этой строки взаимно прост. Ой, я же уже придумал классно. К перпендикулярно М. Вот это катая строка, про которую я говорю, да? В катой, ну да. В катой строке. Ну, с толстами, по-моему, то же самое. Да, из-за симметрии центральной с толстами то же самое. То есть в катой строке нет нуля, есть единица, и все числа разные. Тогда и только тогда, когда К взаимно просто с М, по которому мы берем остаток. И из этого понятно, что по простому модулю, когда мы берем, все строки будут регулярные, все хорошие, потому что они все взаимно простые. Их номера взаимно простые с простым числом. И поэтому во всех этих строках будет единица. А здесь не во всех, а только взаимно простых. Ну, например, по модулю 8 понятно, что 8 – это степень двойки, да? Ну, а что такое число взаимно простое со степенью двойки? Как это сказать проще? Нечетное число, правда? То есть если у тебя есть М, равное степени двойки, то взаимно простое с ним нечетное, только такие. Такие, только такие. Поэтому мы и видим здесь вот так. Но по модулю 9 была бы уже другая история. Там были бы выделены строки номер 3 и 6. Они были бы плохие, гнилые такие. А все остальные были бы такие, хорошие. То есть это червивые яблоки, это цельные яблочки. Вот. Значит, при произведении двух цельных яблочек будет цельное яблочко, потому что, как мы видели, взаимная простота при умножении сохраняется. А вот обратное верно. Если некоторое число взаимно просто с М, то существует некий еще один остаток, который при умножении на него дает единицу. То есть у него есть обратный всегда. Обратный относительно умножения. Это означает, что на взаимно простое с М число всегда можно однозначно разделить. А? Ну, группа. Почему можно? Ну, потому что вот у меня К, вот у меня М. Они взаимно простые. Значит, существуют здесь Х, а здесь У, дающие единицу. Правда? Помните ту лему? Ну, и все это означает, что вот этот Х, если взять остаток отделения на М, как раз при умножении К на К и даст единицу. Потому что М сгорит, как и с колесом обозрения. То есть у нас получается, что два остатка, взаимно простые с М, при умножении дают тоже остаток взаимно простой с М. А еще у каждого взаимно простого есть обратный ему взаимно простой в этом списке. Ну, и нейтральная единичка, да, вот единичку на что не умножая. В общем, это действительно, если честно, это, конечно, означает, что множество взаимно простых с М остатков образует группу. Но я этого не произносил. Вот. Ну и, собственно, дальше до теоремы Эйлера, честно говоря, два шага, но я хочу в другую сторону пойти. Значит, я хочу пойти в другую сторону, а именно я хочу доказать основную теорему арифметики, которую, если вы математикой будете заниматься, а если не будете, то для того, чтобы вы просто, ну, как бы обрели цельную картину мира. Цельная картина мира невозможна без основной теоремы арифметики. Просто невозможно. Вот. Так вот, собственно говоря, собственно говоря, главное, что я сейчас скажу, это вот что. Лемма, номер какая-то там. Если А и Б перпендикулярные, нет. Если А и Б не делятся на П, то А умножить на Б не делится на П при простом П. То, что вы знаете, как очевидное. Очевидно же, разложил на множители, посмотрел. И нельзя, потому что основная теорема арифметики используется, когда ты говоришь слова разложил на множители. Проще говоря, есть только одно разложение множителей. Но это сейчас будет дальше. И это будет дальше. А пока я лишь утверждаю, что вот делимость на П не заводится, как моль в шкафу. Понимаете? Не заводится. Она либо вот где-то была, либо ее и не будет. А вот делимость, например, на 100 прекрасно заводится, как моль в шкафу. Делимость на 100. 100 – непростое число. Делимость на 100 прекрасно заводится. 75 делится на 100? Нет. А 8? Тоже не делится. А 75 на 8? Как это не делится? 5 и 8 – 40. 0,4 в уме. 7 и 8 – 56. Плюс 4 – 60. Вуаля. Делимость на 100, как моль в шкафу заводится. Да. А делимость на П не заводится. Как доказать? А очень просто. Берем А и П. Они взаимно просты, да? Значит, можно написать, что некоторое количество раз А плюс некоторое количество раз П равно единице. Все туда же. Теорема диафанта Александрийского, величайшего ученого всех веков и народов. что из этого следует? Из этого следует путем умножения на B, что А умножить на B умножить на M плюс П умножить на B умножить на N равно чему? B, правда? А теперь смотрите. Смотрите. Нам дано, что B не делится на P. Но если вдруг вы обнаружили, что А умножить на B делится на P, то левая эта часть получится, что делится на P. И мы пройдем к противоречию. Согласны? То есть получается, что делимость на P не могла, не могла. Можно даже и по-другому. B не делится, а эта делится. Значит, сумма никак не делится. Ни сумма, ни разность. Если одно число делится, а другое не делится, никогда ни сумма, ни разность не даст делимость. Или, если кому-то удобнее, просто если вы предположите, что это делится, вы получите, что B должен делиться. Потому что левая часть вся делится. А это противоречит условиям. Значит, делимость не заводится на P. Ну, а дальше уже совершенно очевидно все. Предположим, что есть какие-то числа, которые по-разному раскладываются на простые множители. Я опускаю момент, что любое число можно разложить. Просто берете и раскладываете постепенно. Оно все меньше становится. И в конце концов, процесс разложения закончится. Как максимум за логарифм двоичной числа n. Но я этого не произносил. То есть я этого не говорил. Но точно вот когда вы возьмете количество множителей, равное логарифму двоичного числа n, точно уже все. Дальше раскладываться точно ничего не будет. Может быть, и раньше не будет. Ну, то есть у любого числа есть, конечно, разложение в произведении простых. Теперь предположим, что существуют какие-то неизвестные нам числа, но вот они раскладываются двумя разными способами. Согласитесь, что тогда можно найти первое такое число, самое маленькое. Ну, мы уже первое-то проверяем, видим, что ничего не выходит. Ну, вот когда-то там где-то вдруг баха, у меня есть какое-то самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое. Маленькое n, равное одновременно P1, P2, так далее, и PR, и оно же Q1, Q2, так далее, и QL. И вот это вот не один и тот же набор. Ну, в каком смысле не один и тот же? Ну, конечно, дважды дважды трижды пять это то же самое, что пятью дважды трижды два, да? То есть имеется в виду, что набор, ну, с точностью до того, что я его переставляю. Переставленный набор не отличается от исходного, конечно, я не могу утверждать. Тут всегда будет равенство. Но вот набор разный, если, ну, вот в нем, ну, хотя бы какое-то, да, число здесь там, например, два раза встретил, здесь один, или какое-то число здесь есть, а здесь его нет, да? Ну, то есть наборы отличимы друг от друга. Вот эти два набора отличимы друг от друга. Внимание! Если это самое маленькое такое n, то из этого автоматом следует, что ни одно из этих не равно ни одному из этих. Почему? Сократим иначе, да? Допустим, вот здесь затесалась семерка, и тут тоже где-то есть семерка, да? Но наборы разные. Вот тогда я вычеркну семерку, наборы тоже останутся разные, да? Ну, если я вычеркну семерку, это я разложу n делить на 7 двумя разными способами. А мы предположили, что n самая маленькая из тех, которые рассказываются двумя разными способами. Значит, если все-таки это самая маленькая, то, извините, тогда и наборы полностью разные, вообще полностью разные. Но тогда, тогда вот это вот просто конкретное число q1, ну, например, равное 13, просто чтобы, ну, может, кому-то проще с конкретными числами работать, да? Его здесь нет. Правда? Ну, тогда что мы имеем? p1 не равно 13, но это же простое число, значит, делиться на 13 не может, да? Они же все простые, да? p2 тоже не делится на 13. И так далее. Все наши левые числа не делятся на 13. Ну, а тогда и произведение не может делиться, потому что мы только что это доказали, что не рождается как моль делимость на 13, да? Не рождается как моль. Рождается, вот, пожалуйста, написано. Я равно 13 умножить на что-то. Противоречие. С одной стороны не рождается, а с другой стороны вот конкретно родилось. Друзья, это база. Понятно? Всем понятно? Это база. Отсюда пошла математика. Спасибо за внимание. Вопросы?